Здравствуйте! Тема сегодняшней аудио лекции Complex Object – сложное дополнение. Давайте поговорим о нем более подробно. Конструкция Complex Object – сложное дополнение, несмотря на свое пугающее название, на самом деле довольно простая. Давайте рассмотрим следующие предложения. Я хочу, чтобы ты сходил в магазин. Я хотел бы, чтобы ты поиграл с ребенком. Я видел, что он перешел дорогу. В русском языке такие фразы строятся при помощи предаточного предложения. В английском языке такие предложения образуются при помощи специальной конструкции Complex Object – сложного дополнения. Сложное дополнение может состоять из прямого дополнения плюс инфинитив с частицей to или без to. Также может присутствовать инговая форма глагола, что зависит от глагола сказуемого. «Посмотрите, пожалуйста, на эту схему». Глагол плюс дополнение плюс инфинитив. Поэтому наши примеры на английском языке будут выглядеть следующим образом. Я хочу, чтобы ты сходил в магазин. Я хочу, чтобы ты сходил в магазин. Я видел, что он перешел дорогу. Я видел, что он перешел дорогу. Все эти сложные дополнения переводятся на русский язык предаточными дополнительными предложениями, начинающимися союзом «как», «чтобы», «что». Итак, Complex Object плюс инфинитив с частицей to. Конструкция Complex Object плюс инфинитив с частицей to употребляется после следующих глаголов. Продолжение следует... Давайте посмотрим на примеры. Мама хочет, чтобы я получала хорошие оценки в школе. Мы знаем, что он хорошо говорит по-испански. Мы знаем, что он хорошо говорит по-испански. Мне нравится, когда ты улыбаешься. Я бы предпочел, чтобы ты вернулась домой на такси. Конструкция Complex Object плюс инфинитив без частицы to употребляется после таких глаголов, как make и let. Позволять и разрешать. Это глагол let. Заставлять. Это глагол make. Don't make me drink milk. I hate it. Не заставляй меня пить молоко. Я его ненавижу. Don't make me drink milk. I hate it. Let the children play in the park. The weather is wonderful. Разрешите детям поиграть в парке. Погода великолепная. Let the children play in the park. The weather is wonderful. Далее. Давайте посмотрим на такую часть Complex Subject, как использование его после глаголов восприятия. Это такие глаголы, как to see, to hear, to feel, to notice, to watch. Давайте посмотрим еще раз. To see, to hear, to feel, to notice, to watch. После глаголов восприятия употребляется либо инфинитив без частички do, либо форма in глагола. Разница в использовании инфинитива do и инговой формы глагола doing. В следующем. Если объект начал и закончил действие, то есть действие полностью завершено, то употребляется инфинитив без частички to. Если объект был в процессе действия и действие не закончено, то употребляется инговая форма. Давайте сравним два предложения. Я видел, как он открыл окно. Действие завершено, окно открыто. В русском языке использован глагол совершенного вида – открыл, что сделал. Поэтому на английский это предложение будет переведено при помощи инфинитива без частицы to. Я видел, как он открывал окно. То есть я видел, как происходил сам процесс – окно открывалось. Здесь использован глагол несовершенного вида – открывал, что делал. Поэтому в английском языке здесь будет использована инговая форма глагола. Давайте посмотрим еще раз на эти два предложения. Я видел, как он открыл окно. Констатация факта – окно открыто. I saw him opening the window. Я видел, как он открывал окно. Констатация процесса – открывал окно. Давайте посмотрим еще на некоторые примеры. We saw her crossing the river. Мы видели, как она переплывает реку. We saw her crossing the river. I felt somebody touched my shoulder. Я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечом. Я не заметила, как он положил на стол письмо. I didn't notice him put the letter on the table. В зоопарке они часто наблюдали, как обезьянки играют в свои клетки. I often hear him playing the violin in the room. Я часто слышу, как он играет на скрипке у себя в комнате. I often hear him playing the violin in the room. Давайте посмотрим на эти предложения еще раз. We saw her crossing the river. Мы видели, как она переплывает реку. Нам важен процесс. I felt somebody touched my shoulder. Я почувствовал, как кто-то дотронулся до моего плеча. Контурация факта. Того, что было, того, что произошло. Дотронулся до плеча. I often hear him playing the violin. Я часто слышу, как он играет. Слышу процесс, процесс игры. У нас есть еще одна особенность. Сложное дополнение. To have something done. Конструкция to have something done обозначает, что действие, выраженное глаголом, сказуемым, плюс причастие прошедшего времени, совершает не само лицо, а кто-то другой по просьбе или приказу действующего лица. Посмотрите на эти замечательные картинки. I want to have my hair cut. Я хочу постричься. I want to have my hair cut. То есть, я не сам себя буду стричь. I want to cut my hair. Это будет делать по моей просьбе парикмахер. I want to have my hair cut. I must have my watch repaired. Мне нужно починить часы. I must have my watch repaired. То есть, я не сам буду чинить часы. I must repair my watch. А мастер будет чинить мои часы по моей просьбе. I must have my watch repaired. Послушайте еще несколько таких предложений. Папа починил машину. То есть, ему в мастерской починили машину. Father had his car repaired yesterday. You should have this carpet cleaned. Тебе нужно почистить ковер. You should have this carpet cleaned. Тебе нужно почистить ковер. She had her children looked after in the evening when she went out. За ее детьми присматривали вечером, когда она ушла. Where do you usually have your dress made? Где тебя обычно шьют платье? Where do you usually have your dress made? Как вы уже поняли, структура complex object не настолько сложна. Она украшает ваш английский язык. Так как в английском языке она употребляется достаточно часто. Если вы освоите эту структуру, а также следующую структуру, complex subject, которую мы будем изучать, ваш английский заиграет новыми красками. Желаю вам удачи!